Ильей Цветков, который выйдет на сцену чуть позже, он сидит справа сейчас модерирует чат, назвали нашу сегодняшнюю встречу образовательным семинаром. Почему именно так? Начну с последнего, как говорили в известном фильме. Начну с конца. Почему семинар? Потому что наша сегодняшняя с вами встреча, это будет встреча интерактивная. Мне очень понадобится ваше внимание, ваши идеи, ваши ответы на вопросы, которые я буду вам задавать. Поэтому будьте, пожалуйста, активными. Надеюсь, получится очень интересно. Почему образовательный? Мы с моим коллегой Ильей поставили себе цель не просто объяснить вам что-то новое, какую-то новую информацию дать, рассказать что-то о себе. Мы хотим сподвигнуть вас на что-то, сделать уже сегодня что-то для себя личное, что-то полезное, что-то для своей карьеры. Поэтому такое название у нас с ним и получилось. Так, давайте приступим, коллеги, проходите, не стесняйтесь, садитесь на свободные места. Давайте приступим. Для начала немножечко про регламент нашей сегодняшней встречи. У нас довольно насыщенная сегодня будет программа. Выступать сегодня будет два спикера. Как я говорил, это буду я и мой коллега Илья. Вы познакомитесь с нами чуть позже. Те, кто нас не знает, чуть позже мы про себя расскажем. Будет два доклада. Первый доклад, который буду рассказывать я. Это проблема роста в IT-компаниях. И второй доклад, который будет рассказывать Илья. Это то, как строить карьеру в IT-компании. По времени мы постараемся уложиться в 2,5 часа, потому что информации много. Если получится, сделаем побыстрее. Будет один кофебрейк, то есть будет возможность размяться, размять руки, ноги, пойти попить чай, кофе. Вы знаете, где кухня здесь находится, коллеги вас проводят. Ну и просьба не палить по спикерам из всех пулеметов. Имеется в виду, что когда я буду задавать вопросы, вы не просто выкрикиваете с места, а поднимаете руку и потом отвечаете на вопрос. Для того, чтобы другие коллеги имели возможность высказаться и чтобы просто не мешать друг другу. Ну и просьба не задавать цепные вопросы. Это когда один вопрос идет за другим, уточняющий, например. И может получиться такая маленькая дискуссия, которая выйдет за рамки регламентного времени. Если у вас останутся вопросы после нашей сегодняшней встречи, вы их можете задавать по контактам, которые мы оставим в конце, мне или Илье, и мы будем рады услышать ваши идеи, вопросы, кейсы какие-то и так далее. Одновременно у нас идет веб-трансляция. Соответственно, тот, кто сейчас на веб-трансляции смотрит то, что происходит, просьба вопроса и ответа писать в чат, их будет модерировать Илья. Сейчас вопрос к тем, кто через эту трансляцию смотрит, хорошо ли меня видно, слышно, видно ли слайды. Поставьте, пожалуйста, три плюсика, Илья проконтролирует, что меня видно, слышно. И можно дальше передвигаться. Запись будет, то есть все, кто присутствует на сегодняшней встрече, смогут посмотреть запись потом позже у себя дома и вернуться к каким-то отдельным частям нашей сегодняшней встречи. Ну и те, кто доживет до конца нашей сегодняшней двухчасовой встречи, мы вам сделаем предложение, от которого вы не сможете отказаться и как-то компенсирует то внимание и время, которое вы потратите сегодня вместе с нами. Итак, а теперь давайте знакомиться. Еще раз, зовут меня Алексей Куксенок, я уже 14 лет работаю в IT-индустрии, работал в различных компаниях, как правило, на странных компаниях. На текущий момент занимаю позицию проектного менеджера в компании DataArt, в стенах которой мы находимся с вами. Почему я сегодня хочу рассказать вам именно об этом, на эту тему, про карьеру? Дело в том, что я за 7 лет прошел путь от младшего разработчика до проектного менеджера. Большую часть времени я проработал в интернациональных компаниях и где-то, наверное, поработал с десятками, с полуторадесятками заказчиков. При этом я был как на одной стороне, то есть на стороне заказчика, так и на стороне исполнителя. Заказчики при этом были как из стран Запада, так и отечественные. И внимательный зритель может, наверное, заметить, что программировский опыт у меня в 7 лет составляет, но при этом я работал в IT-индустрии 14 лет. Возникает вопрос, что я делал еще 7 лет. А ничего криминального на самом деле, 7 лет я работал просто не в программировании, я работал в IT-индустрии, начинал я вообще с продажи мобильных телефонов, потом я работал системным администратором, руководил IT-отделами. Но в общем и целом, вот такая разнообразная карьера внутри IT дала мне возможность, мне кажется, наступить на все карьерные грабли, которые можно наступить в этом процессе. Вот в том числе о том, на что я наступил, и какие проблемы я лично встречал, мы будем с вами сегодня говорить. А теперь давайте познакомимся с вами. Илья, тогда смотри в чат, что будут люди писать. Поднимите руки, кто работает до 2 лет в IT-индустрии. В IT-индустрии не просто до 2 лет, а в IT-индустрии. До 2 лет. Так, ну, хорошо так. Да? А в IT-индустрии в продаже телефонов? Ну, скажем так, в тот момент в нашем городе другой индустрии не было. И это можно условно включить именно в IT-индустрии. Но это дало для меня, по крайней мере, такой достаточно большой толчок развиваться в том направлении. Итак, до 2 лет. Подняли руки, да? Ну, совет вам, тем, кто работает до 2 лет, наступайте на те грабли, про которые мы сегодня будем рассказывать. Кто работает от 5 до 7 лет? Поднимите, пожалуйста, руки. Ой, о 2, сори, до 2 до 5, о 2 до 5. В чате люди пишут, посмотри, что... От 2 до 5 еще раз. Ага, ну, получается, большинство, да? Отлично, большинство людей. Так, ну, соответственно, мой вам совет, вы, скорее всего, узнаете в том, что мы рассказываем себя. Соответственно, если что-то, будут какие-то идеи, пожелания там, или советы, то можете их тоже высказывать. Ну, и кто работает более 5-7 лет? Кто здесь прям отлично? Это очень опытные люди, хорошо. Ну, дополняйте меня, потому что ваш опыт очень будет важен для сегодняшней встречи. Ну, прежде чем мы перейдем к основной части, я хотел бы поблагодарить еще раз компанию DotaR за то, что они дали возможность выступить в этих стенах перед такой почтенной публикой. Очень хотел давно попасть именно сюда. И вот вы знаете, когда я готовился к этой встрече, мне на глаза попалась статья одного автора, который рассказывал про курс, который он прошел на Курсере. Кто знает про Курсеру? Поднимите руку. Кто знает, что я знаю? О, отлично. Прямо молодцы. Это очень радует, что такими курсами пользуются. Про курс, который называется Learning How to Learn. Причем, вроде как, насколько я понял, в 2015 году это был самый популярный курс на Курсере. И в этом курсе рассказывалось буквально про то, как физиологически наш организм обучается. То есть какие процессы происходят в мозгу, в нашей физиологической системе, как мозг усваивает информацию, как он ее делит на части, которые он может усвоить и так далее. И вот эта статья, она заканчивалась цитатой из курса, которая звучит следующим образом. «Нельзя считать, что вы что-то выучили по-настоящему, пока не можете научить этому других». Я вот подумал, что эта цитата, как никакая другая, раскрывает цель нашей с вами сегодняшней встречи. С одной стороны, мы с Ильей постараемся нанести вам непоправимую пользу, рассказывая что-то новое, и сами разбираемся в теме. А с другой стороны, мы очень хотим, чтобы чему-то научились именно вы. И про что мы будем говорить, вы как раз узнаете в конце встречи. Ну и всем, кто доживет до конца, как я уже сказал, мы подарим небольшой бонус, небольшой подарок. Проходите, не стесняйтесь. Так, ну и теперь непосредственно первый доклад «Проблемы роста в IT-компаниях», о котором расскажу я. Что сегодня будет? Начнем мы с статистики нашей с вами IT-индустрии. Есть некоторые цифры, которые очень интересно озвучить именно в начале. Потом мы поговорим о том, как мы, взрослые люди, решаем задачи, какое место занимает человеческий фактор в нашей с вами карьере, на какие области нужно обратить особое внимание, пройдемся по некоторым инструментам самооценки, ну и, собственно, поймем, какие же двигатели нашего карьерного прогресса у нас есть. Ну, давайте начнем, собственно, со статистики. Известная исследовательская компания, которая специализируется на анализе IT-бизнеса, называется она Gartner Research, говорит следующее, что 80% критических сбоев в ВТ-системах имеет причину человеческий или процессный характер. Известный автор в IT-индустрии Том Демарко, поднимите руку, кто знает такого автора, как Том Демарко? Отлично. Это автор таких книг, как «Вальсируй с медведями», «Дедлайн», «Человеческий фактор». Так вот, в книге «Человеческий фактор» успешные проекты и команды, он как раз приводит следующую статистику, что 15% всех проектов были отменены, либо были неуспешны, то есть закончились ничем, оказались перваны или отложены, либо продукт, который они произвели, оказался никому не нужным. В проектах в больших, которые длительностью от 25 человек лет, процент краха еще больше, это практически 25%. Кроме того, по данным исследований Гарвардского университета, Центра Карнеги и Стэнфордского исследовательского центра, 85% успеха в работе обеспечивают так называемые soft skills, то есть в больном переводе знания о человеческих взаимоотношениях. И только 15% успеха в работе приносит знания предметной области, ну или так называемые hard skills. Что нам дает это самое знание? Первое, что большая часть проблем в проектах имеет именно человеческую природу. Второе, то, что успех в работе в первую очередь зависит от того, как вы взаимодействуете с людьми, а не насколько хорошо вы владеете предметной областью. И третье, что есть целый пласт задач или проблем, с которыми должен уметь справляться человек, который хочет расти в IT. И эти проблемы находятся никак не в области технологии. Это именно часть человеческих взаимоотношений. Ну вот сегодня как раз мы с вами будем говорить про те самые проблемы, которые люди встречают на пути, на самом карьерном пути. Про них расскажу я. Ну и Илья расскажет про то, как эти проблемы обходить и как строить свою карьеру. Ну прежде чем мы глубоко опустимся в это… Андрей, садись, место есть. Да, можно садись. Тут как раз переход. Прежде чем мы… Ты как раз вовремя успел, это задачка для тебя. Да, прежде чем мы вот придем к основной теме, давайте разомнем мозг после тяжелого рабочего дня и решим простенькую задачу для пятого класса. По математике, не по биологии. Поднимите руку, кто помнит математику за пятый класс? За пятый класс математика, там даже алгебры еще с геометрией нет. Молодец, Лиза, хорошо, что помнишь. Пятый класс. Хорошо, значит вам будет ее решить легко. Ну давайте. Это вот наш локомотив, про который мы будем с вами сейчас говорить. Задача. О чем, как правило, задачи в пятом классе? Какие действующие лица там? Помните, нет? Человек, да. Поезда, давайте вот поезда. Поезда прямо регулярно. Есть у нас пункт А, есть пункт Б. Из пункта А в пункт Б каждый день, каждый день в одно и то же время выходит поезд. Понятно, да? Из пункта Б в пункт А тоже каждый день в то же самое время выходит поезд. Ну, для простоты будем считать, что там часовой поезд один. Для задачи это нерелевантно. Тоже выходит поезд из пункта Б. Теперь для того, чтобы как-то привязаться к постановке задачи, давайте представим, что у нас есть персональный машинист. Зовут его, положим, Иван Иванович. Это такой конисферический машинист, потому что он не ест, не спит, не пьет, не отходит от своего рабочего места и постоянно сидит за, как это называется, в том месте у локомотива, где он ведет машину свою, где он ведет локомотив и двигается в пункт Б. Вот, из пункта А в пункт Б. Вопрос. А, да. Важно существенное условие. Время следования из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью, скорость постоянно не меняется, 10 дней. А вот теперь вопрос. Сколько поездов встречного движения встретит Иван Иванович, прежде чем он приедет в пункт Б? Смотрите, те, кто знает эту задачу, пожалуйста, не говорите тем, кто ее не знает. Да, пусть мозги все разомнут, попробует посчитать, сколько там поездов должно быть. Это, значит, для пятого класса. Давайте у вас есть там, положим, 3 минуты, чтобы подумать, где, сколько же поездов все-таки встретит Иван Иванович, прежде чем приедет в пункт Б. Окей? Все, давайте, что, какие-то есть вопросы? Какие-то вопросы есть? Если есть какие-то уточняющие вопросы, которые, хотите, чтобы я пояснил, да? Да, ну, вы не сомнете? Да, на таком случае поезд один. Нет двухколен, то есть встречное движение спокойно передвигается. То есть, да, постоянная скорость, то есть они с одной и той же скоростью едут, приезжает в пункт Б. Задачка для пятого класса. Они выходят каждый день отсюда и каждый день отсюда. То есть, вот представим, что мы где-то в середине этого процесса. Они каждый день отсюда идут и каждый день отсюда идут. В одно и то же время. Время одинаковое, там и там. Ну, для простоты это один и тот же пояс, хотя часовой пояс 10 дней, да, разница, но... Представим, что это один большой гигантский часовой пояс. Время и там, и там одинаковое. Так, ну, у вас у вас 3 минуты. Вот через 2 минуты я подойду, пока подумайте. Да, из пункта А в пункт Б. Выходят по одному поясу, в одно и то же время. То есть, фактически они одновременно выходят. Только один оттуда, один оттуда. Так. Ну, представим, что они уехали там и там с концами. Нам важно то, что они выходят постоянно из каждого из этих пунктов. Постоянно выходят. Что с ними происходит дальше, задача не знает. Надеюсь, что у них все хорошо. Можете порисовать. У вас вот есть эти... Что-нибудь, какую-нибудь схемку нарисовать. Ну, сейчас, минуточку, дайте подождем, пусть люди еще подумают. 5 класс все-таки вспомнить надо. Когда это было еще? 5 класс. Так, ну вот люди записывают, рисуют что-то. Остальные в уме, видимо. Ну, кстати, эксельчик мог бы здесь помочь. Так, ну, две минуты прошло. Я надеюсь, что мы уже все айтишники, да, такие задачи быстро решаем. Ну, давайте теперь просто поднимайте руку и говорите свой вариант ответа, просто чтобы не выкрикивать. Сколько? Диапазоном, да? Запишем? Давай запишем два отдельных. 19, 21. Вдруг какой-нибудь из этих пока спалим. Так, какие еще варианты есть? 5. А мы так перебирать будем, да? 6. Я просто плохо рисую, поэтому очень люблю. 1. 1. Не, ну если остальные откажутся ехать, конечно, да, 1. Еще. Сколько? 9. Так. А, то есть уже просто перебором, да, или какой-то… 10. Гляньте, одна и та же задача, сколько вы… Сколько вы… 11. 11 еще нет здесь, да? Мы, в принципе, переберем, хорошо. Хорошо, давайте остановимся, так до 21 можно перебрать. А почему больше никто не сказал? Почему больше 21-го, то такой цифры-то не было, а? Да? Перебор. Так, видно, да? Ну, условие такое, что он идет раз в день, поэтому тут… Так, чтобы прям вообще, да, 22. Окей, коллеги, ну, теперь давайте… А теперь давайте решим мы все вместе эту задачку и поймем же, какой же из этих ответов оказался правильный. Значит, для пятого класса, напоминаю, да? То есть там никаких интегралов, ничего такого сложного. Excel там тоже нет. То есть люди как-то справляются без этого. Какой я вам предлагаю подход для решения этой задачи? Ну, давайте представим, что Иван Иванович выезжает там некого числа, 15-го положим, 15-го числа, в любом месте не принципиально какого. А теперь давайте промаркируем поезда, которые будет встречать Иван Иванович, в зависимости от того, в какой день они выехали с пункта «Б». Да? Да, отлично. Это мой следующий вопрос. То есть первый поезд, который он встретил, это поезд с цифрой 5, пятым порядком номером. Да, они выходят постоянно. Мы в середине процесса, они не останавливаются. Иначе дорожный отрасль не сработает. Да? Давай. Выширкнули. Вариантов стало? Вариант встал. Ну, они одновременно выезжают, потому что в одно и то же время. Вообще, то есть процесс, он не останавливается. Мы где-то в середине процесса отправляем Ивана Ивановича туда. В конец. Да, это не то, что Москва-Адлер, 11-й. Давай прям выделим 11-й. Итак, в войс под номером 5. Да, в 25-м. Теперь вечер перестает быть томным, да? 25-й. А теперь давайте посчитаем. Это счетная задачка. Сколько поездов встретит Иван Иванович с номерами от 5 до 25? От 5 до 25? Зависит от того, считаем, или нет, который он видит на платформе, но он же встречный. Да, 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 да. Совершенно верно, да, считаем. Но он же его видит, он же не отворачивается в этот момент. Я не знаю, этот поезд. Видит он его? Совершенно верно, он тоже не отворачивается. Он его тоже видит. Сколько? Какие варианты еще есть? 20. 21. Еще какие варианты? Ну так, счетную задачку от 5 до 25 уже проще вроде. 9? Хорошо. Тут даже цифра… А, нет, вот есть цифра 9. Правильный ответ 21, коллеги. Все правильно. Задачка счетная, она для пятого класса. Ничего там сложного в этом смысле нет. Друзья, вот смотрите, что у нас с вами получается. Мы с вами так вроде взрослые люди работаем в IT технологиях, в IT бизнесе некоторые даже вот 7 лет, а при этом мы в такой простой задаче ошибаемся вот на 100%. Да, тут 10, кто-то 1 сказал, да, то есть тут даже сколько получается? 200%, да? 2000%. Почему так происходит, да? Ну я надеюсь, те, кто ошибся на 100%, это не project manager, да? Мы так не считаем проект, да? А то наши сотрудники нас не поймут. Почему такое происходит, коллеги? Чтобы ответить на этот вопрос, я опять же хочу вам задать задать вам следующий вопрос, встречный. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь помнит буквально в году в 2008 или 2009 в Мексиканском заливе была проблема, там был разлив нефти возле нефтяной вышки British Petroleum. Кто помнит этот случай? Поднимите руку. Отлично, все помнят. Возможно, вы тоже знаете, что топ-менеджмент компании British Petroleum предложил локализовать разлив нефти с помощью, как бы вы думали, чего? Вдруг кто-то знает? Закидать дельфинами, правильно. Огонь? Сжечь всех? Весь топ-менеджмент? Нет. Значит, решение было вот какое. Топ-менеджмент предложил локализовать разлив нефти с помощью шариков для гольфа. Кстати, надо сказать, что это решение частично сработало. Возникает вопрос, почему такое решение, да, вроде бы для нас оно странное. Как вы думаете, почему именно такое решение не предложили? Кто руку поднимет и скажет, почему. Но тут вопрос не физических свойств, да, а почему было предложено именно этим. Вряд ли топ-менеджеры пошли, прежде чем проверили. Шариков для гольфа встречались с шариками с другими сложными поездами? Первая часть, первая часть. Так себе автормирую. Что еще раз? Поездное натяжение какое-то и волосы? Ну, тут ответ находится на самом деле не в физических свойствах шариков для гольфа, а в том, что… Вот частично половина ответа была правильная вот у вас. В это время. А вообще, то есть человек, взрослый человек, это вообще проявится в психологии взрослого человека. Мы привыкли решать проблемы тем, что у нас находится под рукой. Понятно, что топ-менеджмент играет в гольф большую часть времени, да, свободного от топ-менеджерства, если можно так назвать. Именно поэтому они и ты предложили вариант. Соответственно, возвращаясь к этой детской задачке, тут собственно проблема именно в этом, потому что дети решают ее, потому что знают, что это за проблема, что это за задачка и какой алгоритм нужно ее решения. То есть им сначала объясняют, что есть такой класс таких задач, которые вот решаются просто счетным методом. И потом им дают задачки, просто меняя условия. Ну, например, вместо поездов идут автобусы, вместо Ивана Ивановича и Петра Петровича. Меняются дистанции, интервалы не принципиально, но в целом дети ее идентифицируют как известную, и они знают алгоритм решения этой самой задачи. Мы же с вами взрослые люди, идем от обратного, мы сначала сталкиваемся с проблемой, а потом пытаемся подобрать решение из тех, с чем мы обладаем, то, что у нас есть под рукой. Так вот, вот карьера, приходим непосредственно к карьере, это такая же, собственно, проблема, такая же, собственно, задача, которая имеет бесконечное количество входных и выходных параметров. И пытаться найти универсальное решение здесь невозможно. Все, что можно здесь сделать, это уметь идентифицировать определенный набор проблем и иметь определенный набор решений для этих самых проблем. Ну, как в данном случае с шариками, да, с этими, для гольфа. Итак, ну давайте начнем с идентификации этих самых проблем. Минуточку я сотру, никому не надо оставить, зафотографировать, дома вдруг решите, перепроверите меня. Начнем с идентификации проблем. Какие же все-таки проблемы мы встречаем на нашем с вами карьерном пути? Так. Да. Вопрос хороший, да, решили ли они конкретную задачу, я могу сказать, что не частично решили. Там была проблема в том, что они пытались заткнуть дыру с помощью этих шариков, а не уменьшить там, как это, пятно разлива нефти. Но тут была фишка вся в том, что сами топ-менеджеры, естественно, так глубоко в этот вопрос не влазили. Они предложили то, что они знают, то именно решение, которым они владели в данном случае. Да, это именно так и было. Это именно так и было. Но оно сработало, оно же сработало, но частично. Да. Я думаю, это был второй этап. Они же частично локализовали проблему, да? Так, для того, чтобы мы смогли идентифицировать эти самые проблемы, давайте с вами вот такой вот кейс изучим. Поднимите руку, кто работает в IT. Все? А что, не все? А те, кто не поднял, вы где работаете? Кто-то еще, да? Хорошо. А теперь поднимите руку те, кто хочет сделать карьеру в IT. Ну, отлично. Вроде все те же подняли руки. А теперь из тех, кто поднял руки, поднимите руки те, у кого есть карьерный план. О, отлично. Рук чуть поменьше, но есть. У кого-то две. Хорошо. Ну, в принципе, всех две руки, но просто подняты две. Хорошо. А те, кто поднял руку про карьерный план, скажите, кто свой карьерный план, как это сейчас по-русски, проводит его обзор и корректировку каждый день своего карьерного плана. Каждый день. Прям каждый день, да? Вечером, перед сном. Отлично. Ну, насколько этот важен план, вот как раз этот самый карьерный план, давайте разберем на том, как обычно растет сотрудник в IT. Такой, как я или вы. Ну, давайте вот, я еще раз говорю, я не умею рисовать, поэтому очень люблю, поэтому очень схематично буду сейчас рисовать человека. Вот человек. Он черный случайно, сразу говорю. Так вышло, такой марки был под рукой. Рочки сделаем подлиннее, он все-таки айтишник, да? А ноги короткие. Так, так, айтишник. Значит, что происходит, когда айтишник попадает в IT-бизнес, да, он еще, наверное, не айтишник, начинающий, попадает в IT-бизнес. Как происходят обычно следующие, какие происходят следующие процессы? Ему дают какую-то задачу или какую-то работу. Ему, скорее всего, становится интересно то, что он делает, да, потому что это в любом случае что-то новое, он еще не знает, какие варианты технологии, там, архитектура бывает, ему интересно, и он начинает разбираться в том, что он делает. Причем он начинает разбираться уже не только на работе, но там после работы, наверное, читает какие-то форумы, посещает, возможно, какие-то тренинги, конференции. Причем ему за это не платят денег, там, после работы остается просто, ему интересно разобраться в том, что он делает. Как правило, если этот человек, в общем, адекватный, то, скорее всего, разбираясь в этой теме, он постепенно начнет дать результат. Причем он там с каждым разом, он дает результата все больше и больше. Результаты его начинают расти. На определенном уровне, когда результаты его становятся достаточно видимыми для его руководителя, происходят некоторые изменения в его окружении. Какие? Давайте для изменений возьмем другой фломастер. Он будет синий, тоже совершенно случайно. Какие изменения происходят? Но если этот сотрудник дорос до некого управленческого уровня, то у него, наверное, появляются какие-то сотрудники его, его команда. Скорее всего, у него есть, наверное, какой-то заказчик. Потому что он же какие-то проекты делает, он же не просто так сидит. Нарисуем его с деньгами на голове и веселого. Он же результат же дает. А, веселый. Вот так веселый. Веселый заказчик. Он же результат дает. Хороший заказчик. Естественно, еще есть у него, скорее всего, начальник. Но без начальника сложно в нашей жизни. Есть начальник, он без денег на голове, но он тоже веселый. Так вот, соответственно, еще есть какие-то коллеги. Какие-то коллеги, одинаково с ним уровни занимаемой позиции. Еще несколько человек положим. Потому что они синие, наверное. Давайте сделаем подлиннее. Так вот, что происходит в этот момент? Вот это все окружение, которое появляется вокруг человека, эти же все люди что-то про него говорят. Причем вот этот сотрудник, скорее всего, этого не очень знает. И возникает хороший вопрос, что же они говорят. Если бы, наверное, это было бы не так важно, тут говорят, опять же, сотрудники, подчиненные, и начальство, и заказчик. Наверное, было бы не так важно, если бы ни одно исследование психологов, которые говорят следующее, что человек говорит о чем-то хорошем своим пяти, семи, друзьям, знакомым. А вот о чем-то плохом он говорит в среднем десяти-двенадцати людям. То есть, к чему это может привести? Человек, сотрудник, работая в таком окружении, всегда бывают какие-то недомовки, кто-то кого-то что-то подвел, что-то недосказал. И, естественно, появляется такой некий негатив, который потом начинает распространяться. Насколько он объективен, это вопрос другой. Давайте разберем на примере, например, заказчика. Работает этот сотрудник на заказчика, делает ему какую-то работу, в какой-то момент не вовремя прислал отчет, или не полный отчет. И ладно бы, чтобы этот заказчик, грубо говоря, что-то недопонял, развернулся и ушел бы. Он рассказывает другому заказчику. У него тоже денег, даже, наверное, больше. Рассказывает ему об этом. Этот заказчик, зная про нашу компанию, про ту компанию, где работает этот сотрудник, что все хорошее, только хорошее, он приходит, наверное, даже к этому его руководителю и говорит. «Знаете, вот я хочу сделать проект, дайте мне какой-нибудь хорошего там тимлида или руководителя проекта». Ваш начальник говорит, «Ну как же, вот у меня есть, гляньте, какой я хороший парень». А этот заказчик говорит, «Нет, знаете, давайте не лучше не его». И таким образом может получиться, что вот этот вот фактор распространения может привести к тому, что с каждым разом все труднее и труднее этому человеку давать результат. Конечно, на своих там навыках, на своем желании, на своей харизме, в конце концов, можно продолжать давать этот результат. Но с каждым разом это дело все тяжелее и тяжелее. В конце концов, этот результат может стать вообще, а без результата, как правило, встает и карьера. Что нам показывает этот кейс? Он показывает нам в том, что проблемы роста, они, мало того, что они есть, их нужно признать, что они есть, так они еще находятся, как вы видите, здесь ни слова ни про сервер, ни про технологию, ни про язык программирования нет. Они, эти проблемы, находятся именно в плоскости человеческих взаимоотношений. Что же это за проблемы? Возникает вопрос. Ни в каких областях они находятся. Давайте сейчас это с вами как раз разберем. Так, никому не знаю картинки? Тогда стираю. Кто хочет зарисовать? Схематичных людей. Итак, в каких же областях происходит прячется большинство этих самых проблем? Ну, для начала я скажу немножко о себе. Сейчас мы переключим слайд. Может быть, что-то интересное. Да, немножко скажу о себе. Как вы видели, опыт работы у меня в разных компаниях есть. И мне довольно часто задают вопрос, в какой же компании работать интереснее всего. Ну, не интереснее всего, а, наверное, приятнее всего или лучше всего работать. Когда мне этот вопрос задали первый раз, я не смог на него ответить сразу, потому что, ну, было довольно сложно сформулировать, в какой именно компании и почему нравится работать. Потом я для себя посмотрел, посрелился выбрать просто компании конкретные, где мне нравилось работать. И это оказалось две компании, которые в общем и целом не имели ничего общего друг с другом. Ну, это на первый взгляд. Ничего общего не имели. Они не имели ничего общего. Что же в них было общее, я вам отвечу чуть позже. Прежде чем вам про это рассказать, хочу спросить вас. Вспомните, пожалуйста, компанию по себе, в которой вам нравилось работать. Ну, или представьте такую компанию, в которой вам нравилось бы работать. И подумайте, пожалуйста, почему вы приходите в нее каждый день, ходите в нее с удовольствием. Что было в этой компании хорошо? Сразу прошу вас отбросить материальное вознаграждение. Эта тема, она требует отдельного обсуждения, отдельной встречи, отдельного исследования. Все, что касается нематериального вознаграждения в компании. То есть, что заставляет вас возвращаться туда снова и снова каждый день. Ну, по два слова, пожалуйста, поднимите руку, скажите, что конкретно там могло быть хорошего. Или есть хорошее. По два слова. Нематериального. Да? Интересный проект. Окей. Дальше. Да, это хорошее основание для выбора. Давайте, близко от дома запишем. Ну, человек выбрал-то, ну почему нет, давайте запишем. Человек близко от дома. Так, еще какие варианты? Что было? А? Коллеги. Коллеги. Сейчас я обидел ловку, сейчас я. Хорошие коллеги. Я опять же близко от дома, да? Коллеги хорошие. Ну, это вариант нематериальной стимуляции, скажем так, да? Вот. Грамотный руководитель. А грамотный это, в смысле, он? Адекватный. Ну, давайте. Ну, давайте адекватный, хорошее слово. Грамотный, просто можно будет подумать, что он по-русски хорошо пишет, да? А сам пишу грамотный. Вот вообще. Да, адекватный. Адекватный. Адекватный руководитель. Привык на кнопки нажимать, рисовать уже сложнее. Так, еще что-нибудь? Кто-нибудь что-нибудь вспомнит? Что вот нематериального? Вот вы приходите туда, чувствуете себя там комфортно. Почему? Что вам дает этот комфорт? Роста, стабильность, рабочее место. Ну, хорошо, давайте, хотя тоже какая-то материальная часть, но давайте рабочее место. Так, он может путешествовать? Сейчас мало места. Давайте здесь запишем, а может путешествовать. Так, еще какие варианты? С кем вы взаимодействуете помимо вот этих вот перечисленных статей? С кем вы еще взаимодействуете? С кем вам нравится там взаимодействовать? Заказчик. Ну, вот заказчик, он как? Неграмотный, адекватный, да? Чтобы он по-издаку хорошо считал, да? Заказчик. Ну, смотрите, в принципе, перечислять можно долго, но в той или иной степени эти все ответы, они будут, как бы, крутиться вокруг некоторых конкретных тем. Это вот как раз взаимодействие с заказчиком, руководитель. Вот эти все вещи, на самом деле, можно к руководителю отнести, да? Потому что если руководитель, как это, неадекватный, да, неграмотный, да, может быть, и место будет не очень удобное, и проект не очень будет интересный, да, там, у кого Серега, у тебя был, у кого там интересный проект, да, не очень интересный может быть проект, там, и стабильность, нестабильность, да, то есть сегодня вас бросают туда, завтра обратно. Ну, и дальше такой большой кластер, на самом деле, это вот, ну, люди, как правило, называют это хорошая атмосфера, там, а действия, это как раз вот коллеги, хорошие коллеги, да? То есть, сейчас посмотрим, все ли мы с вами назвали области, то есть карьерное окружение, которое влияет в первую очередь на человека, и где таятся те самые основные проблемы и потенциал для роста, это как раз работа с начальницей, работа с заказчиком, работа с сотрудниками, то есть своими коллегами, ну, и работа там, то, что вы не назвали, это с командой в команде, ну, то есть взаимодействие с той командой, такой мини-ячейкой, в которой вы взаимодействуете больше всего, да, то есть с коллегами вы, как правило, наверное, взаимодействие чуть меньше, чем с теми людьми, которые вы объединены в одну команду. Так, теперь же, соответственно, вот именно те самые области, которые мы хотели с вами узнать, именно вот здесь оттаятся все самые основные проблемы. Если возвращаться вот к моему случаю, почему, что конкретно мне нравилось в тех самых двух компаниях, там был именно, там был именно кейс вот работы с начальником, там начальник, начальники, руководители были, ну, что принято говорить, не менеджер, но лидер. Причем они лидеры были не только там конкретного подразделения, которое было им вменено в подчинение, скажем так, но и вообще лидеры были компании. Поэтому эти сферы, они, в общем, очень важны, и, надо сказать, в тех самых компаниях, где мне очень было комфортно работать с руководителями, я довольно быстро рос по карьерной лестнице. Так, теперь вопрос такой, коллеги, для вас, да. Пожалуйста, подумайте каждый сам для себя. Вот под этим четырем областям, да, на каком уровне по десятибальной шкале вы находитесь? Вот по каждой из этих областей, да, по десятибальной, для себя подумайте. А теперь подумайте, ну, то, что такую ноль, что такую десять, определите сейчас для себя сами. А теперь вот поднимите руку те, у кого получилась хотя бы одна десятка, хотя бы одна десятка, да, из четырех областей. Отлично, ну, хорошо это, оценивайте себя, значит, наверное, адекватно. У меня для вас плохая новость, потому что даже если вы сейчас оцениваете себя на 10 баллов, вы легко можете оказаться возле нуля. Почему такое происходит? Сейчас расскажу, как такое может произойти. Для того, чтобы этот феномен объяснить, существует очень, ну, скажем так, очень продуктивный инструмент под названием матрица 2 на 2. Почему 2 на 2? Потому что это всего четыре варианта состояния, да, айтишники любят. Не очень много вариантов. А, давайте лучше синий нарисуем, черный как-то. Будет некрасиво. Давайте нарисуем синий. Матрица называется компетентность-осознанность. Сейчас вот так нарисую, чтобы было издалека видно. Компетентность-осознанность. Не буду писать полностью, вы знаете, что здесь по осям х, ось, ось, у. Ну ладно, не пишу осознанность. Здесь низкая, здесь высокая. Здесь низкая, здесь высокая. Итак, эта матрица, в общем и целом, помимо всего прочего, показывает то, как у нас происходит, у нас, если у взрослых людей, происходит обучение какому-либо навыку. То есть через какие стадии мы проходим. На самом деле с помощью этой матрицы можно решать даже конфликтные рабочие, потому что она дает возможность понять, в какой позиции находятся конфликтующие стороны, и даже на основе этих общих позиций решать конфликт. Ну, мы сегодня будем использовать его для того, чтобы понять, в каком из этих квадратов находимся мы с вами. Ну, давайте начнем с того, как человек в плане осознавания какой-либо навыка или какой-то области, как он по этим квадратам передвигается. Ну, давайте представим, что вы наняли себе какого-нибудь молодого специалиста, который, ну, дали ему первую задачу. Например, делать какому-нибудь простенькую архитектуру для простенького приложения. Ну, это так себе пример для джуниора, да, согласен, но здесь просто показательно именно переход через стадии, чтобы было понятно, в чем здесь разница. Что делает джуниор, да? Он, скорее всего, скажет, ну, а что тут делать, да? Нашел на три дня и пошел что-то там пилить. Через три дня приносит, показывает, там, смотрите вы или ваш архитектор, там, кто у вас в команде есть, или лид его, и говорит, что эта архитектура вообще нерасширяемая, никаким образом ненадежная, никак не удовлетворяет, там, принципу соли, и так далее. На что джуниор смотрит и говорит, ну, как же так же, как это не удовлетворяет. Берет, забирает обратно и идет, начинает опять дальше думать, что же здесь не так. Со второго-третьего раза у него опять не получается. Тут у него в голове начинает возникать вопрос, если это правильный джуниор, что же здесь не так, да? Что же я не так делаю? То есть это первая стадия, где он находился, это был квадрат А, это где компетентность низкая и низкая осознанность. Если перефразировать, это неосознанная некомпетентность. То есть человек не знает еще того, что он не знает. Как только он начинает задавать себе вопрос, как, то есть, или там, почему, да, почему такое происходит, да, он начинает понимать, что здесь что-то не так, что люди за, там, многие тысячелетия рисования, там, создания архитектур, еще в камне, наверное, что-то уже научились делать и знают, как это должно быть устроено. И он начинает лезть куда-то на какие-то сайты, смотреть, как это происходит, и он постепенно перемещается в квадрат B. Это осознанная некомпетентность. То есть он уже знает, что он чего-то не знает, да, то есть он, по крайней мере, уже знает, что ему не хватает каких-то конкретных знаний, и он пытается их получить. Начинает, там, по форуму смотреть, ходить к каким-нибудь, там, коллегам, приглашать, там, на чашечку чая в бар, к какому-нибудь архитектору, задавать вопросы, как же рисовать хорошие архитектуры. И постепенно он начинает пробовать в соответствии с этими рекомендациями свою работу и постепенно перемещается в квадрат C. Так называемой осознанной компетентности. Чтобы привести пример более понятный, поднимите руки, кто водит машину? Какого автомобиля есть? Ну, айтишники же, да, машины почти у всех есть. Вспомните тот день первый, когда вы, сидя вместе с инструктором, первый раз тронулись. Наверное, это выглядело следующим образом. Вы сидели, значит, смотрели вперед, потому что боялись куда-либо еще посмотреть, пытались судорожно вспомнить, что нужно делать. Так, поправить зеркало, значит, подвинуть сидение, так, значит, включить левый поворотник, да, ага, хорошо, значит, забыл пристегнуться, пристегнулся, выждал сцепление, посмотрел в окну первую передачу, начинаешь отпускать сцепление, нажимать газ, оп, вспоминаешь, что ручник не снял. Снимаешь ручник, повторяешь операцию, и бац, она поехала, да. И первое время вы ездите, скорее всего, именно так. То есть контролируя каждое свое движение. То есть сейчас нужно, ага, мне поворачивать через 3 километра, перестроить-ка я в правый ряд, да, или в левый ряд. То есть не загодя, вот там, конкретно загодя перестраивать. То есть вы осознанно каждый раз контролируете то, что вы делаете. Это вот есть состояние осознанной компетентности, когда вы можете выполнять работу, и вы понимаете, контролируете себя, вы знаете, как ее делать. Это квадрат С, называемый квадрат С. Некоторое время, проездив вот так вот, контролируя каждый раз то, что вы делаете, наверное, вы уже в какой-то момент, если кто-то там проездив 3-5 месяцев, год-два, если кто-то сзади внезапно вас по плечу похлопает и скажет, а почему ты сейчас перестроился из ряд в ряд, вы, наверное, сначала испугаетесь, да? Вы же один в машине были. А потом начнете думать, собственно говоря, а действительно, вы даже уже не будете понимать, а почему вы сейчас едете, например, на третьей передаче, а не на второй, да? Почему вы сейчас перестроились, не за 3 километра, как когда-то? Потому что вы находитесь в состоянии неосознанной компетентности. То есть когда вы можете выполнять работу, но уже забыли, почему так. Это вот довольно часто бывает среди сотрудников, которые работают давно в какой-то конкретной технологии, и они вот, ну их можно назвать ниндзя, да? То есть они знают от и до, они могут расписать архитектуру так, что она будет блестеть, но если спрашивают, почему так, он скажет, да я уже забыл, да, почему. Ну вот, знаешь, что правильно вот так. Так вот, теперь, собственно, возвращаясь к вопросу, почему вы можете оказаться возле нуля. Дело в том, что вот эта вот рамка, она не статична в пространстве, да, если можно так назвать. Она двигается постоянно вправо по увеличению компетентности. Вы все это по себе знаете, да, все айтишники, что в любой технологии постоянно нужно развиваться. Технологии меняются, меняются внешние условия, меняются люди, с которыми вы взаимодействуете. Эта рамка уходит вправо, и вы в любой момент, если вы не двигаетесь вместе с этой рамкой, а еще лучше ее опережаете, вы соскакиваете в квадрат А. То есть получается, что вы становитесь опять джуниорами, вот в этой технологии или области, в которой вы давно не работали или не развивали себя. Что нам дает, собственно, дает нам это знание, да? Вот теперь, после того, как вы узнали про вот эту вот матрицу, да, теперь оцените, пожалуйста, опять же, для себя, да, где вы находитесь в каждой вот из этих вот областей, да, для себя, тут можно уже не говорить, просто для себя, чтобы вы поняли, где вы сейчас находитесь, в какой зоне вы находитесь, в стабильной, комфортной зоне, да, либо вы находитесь где-то здесь, где вам еще предстоит пройти этот путь, по каждому вот из этих вот направлений. Ну и, если есть возможность, представьте, подумайте, что же можно сделать, чтобы оставаться вот с этой рамкой вместе, двигаться с ней, да, либо лучше еще опережать ее, чтобы находиться постоянно в зоне, ну, вот идеально зона, конечно, CD, да, перескакивать сюда, конечно, можно, но желательно ненадолго. В противном случае вы не успеете за развивающимся миром вокруг вас. Что нам показал, собственно, этот кейс, этот инструмент? Он нам показывает то, что путь к осознанной карьере начинается с того, что в каких, в понимании того, в каких областях находятся проблемы и потенциал для развития, это вот эти самые области, да, и с анализа вашего положения в этих самых областях. При этом нужно не забывать, что вот в данном каком случае вы должны постоянно развиваться, да, и развивать не только предметную область, да, это применимо к предметной области тоже, да, но и в области человеческих взаимоотношений это тоже должно быть постоянно быть в фокусе вашего внимания. Вы должны развиваться и опережать эту самую рамку. Пошли дальше. А теперь, друзья мои, вопрос такой еще раз к вам. Как вы думаете, как по вашему мнению, от кого больше всего зависит ваше карьерное продвижение? И если оно будет, то вот в какой степени? От кого? Как вы думаете? От кого? От нас. Отлично. Хорошо. Хорошо. Это очень правильный ответ. К сожалению, не видел кто-то, кто сказал. В психологии это называется локус контроля. Не фокус там, а именно локус. Не знаю почему, к сожалению, не выяснял. Это вещь, которая описывает то, как мы оцениваем себя по отношению к окружающей действительности. Если мы говорим о том, что все вокруг наше продвижение, вообще наш успех зависит от всех вокруг, это называется внешний локус контроля. Это, как правило, не очень зрелых сотрудников, специалистов бывает и так далее. Но это, в общем, не факт, оно может быть у любого человека. Если вы принимаете ответственность за свою жизнь, свое развитие на себя, тогда локус контроля называется внутренний. Это технологический термин. Поэтому это очень важный ответ, что от вас. Хорошо. А кто помимо вас принимает решение, повышать вас или нет, принимаете не вы. Есть какой-то специальный человек, который этим занимает. Так вот, кто же это? Начальник руководителя. А что так? Бывают разные варианты. Да, в первую очередь, это, конечно, ваш начальник и руководитель. Причем, если быть точно, на самом деле не только начальник и руководитель, а вообще начальник вашего начальника. Это называется в иностранных компаниях, это называется визибилити. Мы будем называть это по-русски видимость. Видимость термин, конечно, немножко более узкий. Визибилити это такая, более такая мощная вещь, что ли. Но мы будем называть это видимостью. Вот для того, чтобы понять, насколько вы видимы для вашего начальника и начальника вашего начальника, существует такой инструмент, тоже матрица 2 на 2, несложно, всего 4 состояния, которое называется видимость-результат. Соответственно, вот здесь вот по оси Х у нас будет результат, здесь видимость. Так, чтобы было видно и в чате, и в видеотрансляции, вот такая рамка видимости результата. Ну, здесь, соответственно, низкий и высокий. Сейчас мне потребуется ваша помощь, чтобы эти сами 4 состояния найти. Как называются те люди, которые не дают практически никакого результата, но при этом и невидные? Ленивые. Кто? Ну, смотрите, они мало что ленивые, так и еще и незаметные. Давайте их назовем незаметные разгильдяи. Амебы? Ну, да, их тоже не видно, они ничего не делают, да? Заметные разгильдяи. То есть это люди, в общем, политкорректно их называют, наверное, low-performers, да? Они, на самом деле, есть, наверное, в любой компании и, в общем и целом, в докризисные времена их процент мог быть достаточно большой, но дело в том, что когда происходят какие-то сокращения, изменения в структуре, вот эти люди первые кандидаты на то самое сокращение. То есть не просто не на повышение, а на сокращение, как правило, да? Потому что если нужно, их там быстро находят. Поэтому, в общем, этого квадрата опасайтесь, да? Этот квадрат не очень нужен. Так, теперь, а теперь, как называются люди, которые результат дают небольшой, но у них очень большая высокая видимость. Их прям visibility. А? Как? Не слышал вас, Миш, как? Лошадки? Видимые лошадки? Смотрите, тут какой эффект? О том, что результат-то на самом деле нет, да? То есть он либо совсем минимальный, совсем без результата, наверное, невозможно, но трудно его потрогать, но зато видимость, да? Ну, давайте их назовем таким... Ну, кстати, да, если следует этой логике. Вот, выскажите. Давайте хвостуны их назовем. То есть это такое старинное русское слово, да? Которое, в общем, как раз отражает суть, наверное, этого процесса. У этих вот людей есть неоспоримое преимущество перед вот этими людьми, да? Их видят. Про них начальство знает. И они, как это ни казалось бы... Хотя почему нет? Это, наверное, тоже логично. Они, в общем, тоже кандидаты под сокращение, но вот после вот этих. Хотя, по большому счету, результат-то может быть у них один и тот же. То есть отсутствие результата может быть одно и то же. Поэтому этот квадрат тоже не очень хороший, да? Нам нужно попытаться в нем не оказаться. А теперь самое интересное, да? Как называются люди, да? Или кто они по сути, которые дают высокий результат, но их практически не видно? Лошадки, да? Серые кардиналы? Сейчас я влог, как же я его назвал-то? Ну, давайте так назовем. Кто бы по лошадкам сказал, да? Или сыскал, да? Молчащие лошадки, да? Молчу мы. И самое интересное здесь в том, что большинство сотрудников IT-компаний, ну, работающих в IT-бизнесе, вот здесь находятся. Потому что, ну, раз уж мы пришли работать, мы работаем, да? Как на предыдущей картинке, где я рисовал парень черный с длинными руками. Он работает, да? Он что-то работает и что-то делает, да? И он, кстати, поэтому и не знает, что о нем говорят другие. У него визибилити был не очень большой. Это вот, как правило, вот мы все. Может быть, потому что нас не учили в детстве вообще, в принципе, хвастаться, да? Хвастаться нам, говорили, что это плохо. Может быть, это связано с психотипом айтишника, в том, что в большинстве случаев айтишники – это интроверты. То есть промоутить, делиться своими результатами и делиться ими так, чтобы их видели правильные люди – нас, как правило, не учили. Мы не знаем, как это делать. Но вот на этих людях держится, собственно говоря, основная работа вся. В любой команде, в любой компании есть эти люди. Ну, нужно, смотрите, какой нюанс здесь понимать, что быть незаметными с хорошей стороны на самом деле не сильно лучше, чем быть заметными с плохой. Вот эти люди, они, в общем, тоже, поскольку не видны начальству, а принимают решение именно начальник и начальник его начальника в определенных случаях, они также не видны, как и вот эти люди. И, к сожалению, вот этих людей может обходить как повышение, но также встречать их и сокращение, да? Поэтому нужно понимать, что перемещение этого квадрата – это тоже вещь хорошая, но нужно постоянно работать над тем, чтобы не в нем быть. Но не вот в этих, да? То есть я вас не призываю перемещаться в Устуны, прекращать все делать, постоянно сидеть рядом с начальником, писать письма всем подряд. Нет, правильный путь перемещения вот сюда. Как мы их назовем, друзья мои? То есть это люди, которые дают высокий результат, и их отлично видно. Красавчики. Вообще. У меня был другой термин, но у тебя лучше. Красавы. Красавы напишем. Вот это вот правильные ребята, да? Это те, которые умеют и дать результат, то есть и продвинуть вперед и себя, и компанию, и людей, которые рядом с ним находятся, и показать это под правильным углом для своих руководителей и руководителя своего руководителя, что очень важно. Почему я говорю про руководителя своего руководителя? Тут нужно понимать, что это такая тоже тема довольно долгая, но в двух словах. Дело в том, что если вы растете по лестнице карьерный вверх в сторону менеджмента, то, скорее всего, вы можете занять место своего начальника, только если ваш начальник куда-то уйдет, и принимать решение о том, чтобы вас назначить на это место, скорее всего, будет начальник вашего начальника. То есть он будет как минимум принимать в этом решение. И поэтому визибилити должно распространяться не только и не столько на вашего начальника, но и на руководителя вашего руководителя. А вот теперь подумайте, друзья мои, в каком из этих квадратов вы опять же находитесь по отношению к этим двум важным ключевым людям, начальнику вашему и начальнику вашего начальника. Это на самом деле второй кейс, он не очень очевиден, что вас должны видеть не просто на следующем уровне, а на уровне после. В идеале на уровне компании, чтобы вас видели. В таком случае и ваши результаты вас будут видны. Так, ну соответственно, что нам показывает этот инструмент, этот кейс? Он нам говорит о том, что главный и один из важнейших двигателей вашей карьеры – это ваш начальник. И важно не просто давать результат, а знать, что этот результат видит и знает ваш руководитель, а еще лучше руководитель вашего руководителя. В таком случае именно этот двигатель будет работать правильно в вашей карьере. А теперь, друзья мои, вопрос еще раз следующий к вам. Скажите, пожалуйста, а к кому ваш начальник, в данном случае только начальник, ходит для того, чтобы узнать информацию о вас? Откуда он черпает информацию? Естественно, он какую-то информацию имеет в виде работы рядом с вами. Во-первых, это не всегда возможно, может быть удаленный какой-то руководитель. Но тем не менее, ему нужно чье-то мнение помимо своего, для того, чтобы более-менее объективное мнение о вас составить. Вот как вы думаете, кому он ходит за эту информацию? Коллегам, да, хорошо. Коллеги, хорошо. Но коллеги, они же субъективные люди, да? Они же люди, поэтому они субъективные. Кому еще? Кому? Вактрекер. Вактрекер. Это за результатом, все правильно. Но результат это не все, как мы выяснили. Куда еще? Заказчик. Совершенно верно. Ваш второй важный двигатель вашей карьеры – это заказчик. Ну, тут возникает вопрос, что он может быть тоже субъективен, да? Он субъективен, да, он же человек. Но у вас же люди заказчики, да? У меня же других. Естественно, он субъективен. Естественно. Но нужно понимать, что заказчик имеет право на мнение о вас, просто потому, что, как сказал Генри Форд, не работодатель выдает вам зарплату, работодатель распределяет деньги. Зарплату вам платит клиент или ваш заказчик. А теперь поднимите руки, коллеги. Кто знает удовлетворенность вашего заказчика вашим проектом? Ваш проект работает. Отлично. А кто знает удовлетворенность заказчика вами лично? Не проектом в целом, а вами лично. То есть вы знаете, фидбэк на вас. Хорошо. Получается, что, в общем, все, кто не поднял руки, они надеются, что результат их каким-то образом виден, известен заказчику, и заказчик его оценивает правильно. Но, как мы убедились, наверное, уже не раз, еще не раз убедимся, надежда не самый лучший инструмент для построения карьеры. Надеяться на то, что вас видят, знают и любят, не очень хорошо. Просто потому, что это непредсказуемо. Лучший способ это узнать, это спросить. Ну, заказчика там напрямую, как правило, не спрашивают. Есть такой целый механизм запрашивания обратной связи. Опять же, про него тоже не будем рассказывать. Это довольно долгий, довольно сложный инструмент, как с ним работать, обратная связь. Но, тем не менее, давайте представим, что вы запросили у него обратную связь и узнали, что удовлетворенность вами не очень высокая. Возникает вопрос, что с этим делать. Ну, первый шаг вы уже сделали, да, вы, по крайней мере, знаете, что о вас думают. Так, что же с этим делать? Для этого есть еще одна матрица, тоже несложная, тоже 2 на 2, тоже всего 4 состояния. Называется эта матрица доверия-прозрачность. Недовлетворенность заказчика, как правило, в 99% случаев, она связана с тем, насколько заказчик вам доверяет. Если он вам не доверяет, то, скорее всего, и он не знает, что вы делаете, да, он не знает, как вы тратите его деньги, эффективно ли вы их тратите. То есть нет доверия, нет удовлетворенности вами, как командой в целом, так и вами, в частности, как конкретным сотрудникам. И вот эта матрица дает возможность понять, как же эту самую доверие, доверие заказчикам, повышать, да. Так, где мой, вот синий маркер. Значит, еще раз, у нас называется она прозрачность, доверие. Итак, смотрите, как правило, когда вы, на самом деле, эта матрица тоже универсальный инструмент, она вообще подходит для оценки взаимодействия, ну, скажем так, с любым человеком, с любыми новыми отношениями в вашей жизни, вы проходите тоже через эти стадии. Смотрите, вначале, когда вы только с заказчиком встречаетесь, там, начинаете с ним работать, вы находите в квадрате А. Когда заказчик о вас ничего не знает, ну, как правило, вы находитесь в уровне низкого доверия, никакой прозрачности в вашей работе нет, заказчик не знает, как вы работаете. Далее, первым делом, что нужно сделать, это такой прям даже как алгоритм можно записать, это наводить прозрачность в работе с заказчиком. Что это значит? Заказчик должен понимать, как вы ведете к успеху его проект, независимо от того, руководитель проекта вы, или часть команды, непринципиально. Вы работаете с заказчиком, и он, в первую очередь, пришел к компании для того, чтобы к успеху привести проект. И первым делом, это нужно прозрачности наводить. Каким образом? Ну, например, предоставлять информацию, как в виде отчетов, показывать демо. Agile процесс, для тех, кто знает, как это работает, в принципе, как раз заточен под это. Под то, чтобы постоянно прозрачность повышать для заказчика, чтобы заказчик видел, как двигается его проект, двигается туда, куда хочет заказчик. После того, как вы навели прозрачность, какие-то там отчеты прислали, каждодневный созвон, созвон раз в неделю, демонстрации, как правило, если все хорошо, и вы даете результат, обратите внимание, это только в случае наличия результата. То есть просто прозрачность, как с теми ребятами, с хвостунами, просто того, что вы эту прозрачность письма шлете, при этом заказчик не получает то, что он хочет. Этого процесса не будет. Перемещение в квадрат С при наличии результатов, напишем, что это результат. Вы перемещаетесь в квадрат С, когда вы уже завоевали какое-то доверие, при том же уровне прозрачности. Вот это желаемое. Уже перемещаемся туда, где нам нужно находиться. Если вы продолжаете давать результат и показываете заказчику, как вы этот результат достигаете, в какой-то момент, скорее всего, я думаю, что многие из вас через это проходили, заказчик скажет, коллеги, давайте не будем ссылать эти отчеты, давайте лучше эту силу направим в продуктив. И вы перемещаетесь к вам в квадрат D. В квадрат D, где уже прозрачности нет, но заказчик вам все равно продолжает верить. Верит в то, что вы вовремя сделаете то, что вы обещали в тот момент, когда вы обещали, с тем уровнем качества, какое вы обещали. Но в квадрат D есть одна большая загвоздка. Скажите, пожалуйста, коллеги, как вы думаете, что произойдет в случае проблемы с заказчиком? Куда? В ад? Ну, в принципе, здесь вот писать, да, вот так вот. Да, ну, все правильно, логика, все правильно. Вы падаете опять в уровень низкого доверия. И проблема вся в том, что попасть резко обратно вот туда не выйдет. Путь опять точно такой же. Вам снова придется наводить прозрачность, вам снова придется убеждать заказчика в том, что вы делаете, работу правильно. Причем это нужно начинать делать и в момент, как в тот фильме «Острого кризиса», помните, да? В момент самого вот того самого недопонимания заказчиком. То есть как только вы какую-то где-то подводите заказчика, что-то не вовремя дали, не то сделали, вы должны максимально повысить прозрачность сразу. То есть вы должны ему сказать, как вы решаете его проблемы, какие силы задействованы, и докладывать ему там в зависимости от сложности проблемы и ее срочности, там каждый час, может быть, каждые два часа в виде там почты, звонка и так далее. Поверьте мне, даже в случае больших проблем, но при высоком уровне прозрачности очень легко будет выбраться в высокий уровень доверия. Это, в общем-то, значит то, что вам, в общем-то, нужно находиться постоянно, баражировать вот в этой вот зоне, да? Вот в виде выше вот этой воображаемой ватерлинии, да? То есть вам нужно постоянно повышать прозрачность до такого уровня, чтобы вам можно было в случае каких-то проблем быстро выбраться в зону доверия. Потому что именно доверие повышает вашу удовлетворенность вами, как команды, в целом и вами конкретно, да, если вы в этом процессе участвуете активно, как конкретным членам команды. Так. Что у нас получилось, коллеги? Мы с вами по результатам вот этих вот инструментов, видимость, результат, прозрачность доверия, мы с вами определили, что главным двигателем вашей карьеры являются два конкретных субъекта, да, это ваш начальник и ваш руководитель. И нужно необходимо оценивать то, на каком уровне вы сейчас находитесь. То есть можно сказать, что вы по своей карьере, ну, двигаетесь на таком, чем-нибудь двухмоторном, не знаю, биплан или катамаран, возникает вопрос, собственно говоря, как этим делом управлять, да. То есть зная, какие двигатели и что их приводит в движение, нужно понимать, как всем этим делом управлять. Ну, это вам расскажет уже Илья на следующем докладе. У меня, в принципе, по тематике самой встречи все. Давайте немножко коротко подытожим, о чем мы с вами сегодня говорили. Мы говорили о том, как взрослые люди решают задачи, как мы привыкли решать задачи. Мы определили, что карьерные проблемы лежат в большей части в плоскости soft skills, так называемых, то есть имеют человеческую природу. Мы определили группы проблем, где лежат эти самые препятствия к развитию и одновременно это же группы вашего потенциального роста. Это работа с начальником, работа с руководителем, с сотрудниками, с командой и в команде. Решать эти проблемы в этих областях сложно, так как мы не знаем алгоритма и вариантов, решения, не знаем, проблемы, вариантов решения этих самых проблем. Первое, что нужно сделать для того, чтобы эти самые проблемы решать, нужно признать наличие такого препятствия или проблемы, здраво оценить свое положение относительно этой проблемы, это вот матрица осознанность, компетентность. Далее определить, кто является ключевыми сотрудниками, ключевыми лицами, действующими лицами в вашей карьере, это руководитель и начальник. Ну и третье, понять, где вы находитесь относительно этих самых действующих ключевых лиц. Потому что это будет ваш фактически план S-IS или та точка, с которой вы особенно начинаете движение в своей карьере. Друзья мои, но поскольку наша с вами сегодняшняя встреча, как я говорил, это не просто задача рассказать что-то новое, донести до вас какую-то новую информацию или рассказать о себе, очень хочется, чтобы вы что-то сделали для себя, чего-то полезное и желательно уже сегодня, на ближайшие пару дней. Что можно порекомендовать сделать? Это вот нарисовать эти самые три матрицы, про которые я сказал, для себя и определить, где вы находитесь по отношению к каждому из пунктов, про которые мы проговорили. Особенно в отношении заказчика и руководителя. Это будет ваша модель S-IS. А дальше вам следует нарисовать модель 2B, то есть модель, куда вам нужно двигаться в вашей карьере. Ну и планы достижения. Вот этот пункт про модель 2B и расскажет, собственно, Илья. За сим спасибо. Я свою тему закончил. Спасибо вам большое, что участвовали в этой беседе, за вашу активность. Спасибо большое и вопросы. По поводу книжек. Смотрите, книжек на самом деле очень много по этим темам в частности. Но мы, как я сказал, если вы дождетесь до конца нашей сегодняшней встречи, мы вам пришлем ссылку на документы, где мы собрали полезные материалы с Ильей, которые мы в частности использовали для подготовки вот этой презентации. Там плюс еще есть пару хороших майндмапов, которые дают возможность рассказать алгоритмы работы с руководителем и заказчиком. То, про что будет рассказывать Илья. Там пара книжек тоже есть. Эти книжки такие вот прям must-have. Чтобы прочитать, вот обязательно нужно добавить в свою библиотеку. А так их на самом деле очень много. Тут зависит от того, в какой области вы хотите эту книжку почитать. Еще вопросы? Хороший вопрос на самом деле. Вопрос. Если нет непосредственного заказчика, то есть нет возможности общаться непосредственно с заказчиком, но нет возможности непосредственно с ним общаться, как же наводить это самовизибилити, наводить прозрачность и так далее, и до начальника начальника тоже не достучаться. Здесь на самом деле два вопроса. Первый вопрос по поводу того, если нет возможности напрямую общаться с заказчиком, что делать. Тут нужно понимать, что вашим заказчиком в данном конкретном случае будет выступать ваш руководитель. Но нужно четко отделять, что он в данном случае будет выполнять роль заказчика, и у него будет роль руководителя. Это две разные роли. И для них, соответственно, нужны два разных процесса наведения прозрачности и наведения доверия, как для заказчика, для вашего руководителя. Для него болит на все то же самое. Он точно так же, как все айтишники, клиент серверной архитектуры, кто-то запрашивает какой-то сервис, вы как сотрудник его предоставляете. Здесь абсолютно такой же механизм взаимодействия, как с тем человеком с деньгами на голове. То есть не принципиально, что это ваш начальник. У него он сейчас играет именно эту роль. Поэтому абсолютно эти же самые механизмы, эта самая матрица, она очень подходит для того, чтобы наводить доверие со своим начальником, который играет роль заказчика, вполне подойдет. Второй вопрос по поводу… В чем у тебя заключался? А, начальник начальника. Это хороший вопрос. Это как раз тот самый момент, который очень хочет, чтобы вы задали сами себе. Потому что компании в общем и целом-то, наверное, IT-индустрии похожи, но все-таки они разные. И возникает вопрос, да, как же задать этот вопрос сами себе. Во-первых, кто тот человек, от которого может зависеть мой карьерный рост? Вы должны определить конкретных людей. А дальше должны подумать для себя, как вы можете быть им полезны. Потому что в любой компании, раз вы работаете в одной компании, каким-то способом вы можете быть им полезны. И как только вы им окажетесь полезны, вы сразу станете для них видимы. Но это вопрос как бы для саморефлексии. И подумайте, как вы можете с этим поступить, что с этим сделать. Ну, с этим подумайте. Еще вопросы есть? Если вопросов нет, коллеги, здесь есть мои координаты. Какие-то вопросы придут позже, кейсы, не знаю, идеи. Пишите на почту, пишите в скайп. У меня есть блог, где я периодически пишу статьи на похожие темы, в том числе с книжками, с ссылками на книжки. Буду рад ответить, рассмотреть, и чем быстрее напишите, тем быстрее постараюсь ответить на ваш вопрос. Вот, тогда спасибо большое еще раз за то, что вы выслушали. Сейчас у вас есть минут 10, наверное, чтобы вы попили кофе, чай, воду, что там есть, что предлагают коллеги. И через 10 минут подходите, будет очень интересный доклад Ильи. А в конце будет самое вкусное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!